Здравствуйте, с вами компания Дом Дорогу, меня зовут Константин. Вот вы знаете, вот моим эмоциям не было предела, когда этот прицеп заезжал сюда. Вот я специально поставил сюда 200-й ленд-крузер, да, он может буксировать прицепы массой до 3,5 тонн. Во-первых, шарик идеально подходит под этот прицеп. Ну вот посмотрите, какой слайдер. И мне не терпится зайти внутрь, но сейчас я традиционно вам расскажу, что из себя этот прицеп и вообще все американские прицепы представляют снаружи. Кстати, следующий видеообзор у нас будет Nooboo 19.5. Это внедорожный прицеп для двоих с короткими свесами. Но это в следующем видео, поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы его не пропустить. А сейчас мы проводим видеообзор прицепа Springdale 275BH, большого прицепа. Того прицепа, который идеально подходит для большой семьи, состоящей из 1, 2, 3, 4, 5, на 7 спальных мест. Нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 8 спальных мест. Ребята, я не учел один диван. 9 спальных мест. Не 7, не 8, а 9 спальных мест. И сейчас, когда внутрь зайдем, я все эти спальные места покажу. Но опять-таки, поехали. Значит, рассказываю снаружи. Вот эта маркиза огромная на всю длину прицепа. Она выдвигается автоматически нажатием на одну кнопку. Не нужно ставить никакие подпорки. Она не боится сильного ветра, ну относительно сильного ветра. То есть до 8 метров вы можете свободно ее эксплуатировать. А если вы, допустим, ночью поднялся сильный ветер, не нужно там всей семьей выходить, ее сворачивать, скручивать. Достаточно просто нажать на одну кнопку. Она уйдет, сама завернется автоматически с помощью электродвигателя. А вы, даже не дождавшись, пока она сама служится, пойдете ложиться спать. Очень удобная маркиза. И такие маркизы вот такого плана есть только в американских прицепах. Ну вот этот вот лючок, он есть и в европейских, и в американских прицепах. Это, по сути дела, дверь, внешняя дверь в подкроватное багажное пространство. Ну если кто-то спит, отдыхает, чтобы не будить его там, не поднимать, чтобы что-то нужно взять или положить где-нибудь там в местах отдыха, достаточно просто открыть вот эту вот крышечку. Дальше. У прицепа настолько большой клиренс, ну вот смотрите, просто огромный, да, выше моего колена. Соответственно и проходимость у него огромная. Такой клиренс, что трап может использоваться только такой, как на самолетах, наверное, или на кораблях. Вот так вот он складывается, да, и вот приблизительно таким образом мы прицеп буксируем в сложенном состоянии. Он достаточно легкий, вот, не нужно прикладывать особых усилий. Вот, собственно говоря, и все. И самое главное то, что вы, вот в европейских прицепах всегда вот эти пластмассовые подставки, их вечно теряешь. Неизвестно, где они находятся, но эту штуку вы никогда в жизни не потеряете. Вот выступающая такая вот штука, которую нужно всегда складывать. Давайте сейчас вот этот вот трап еще раз поднимем. Вот так вот и так. Ну, дверь закрыли, естественно, перед этим. Кстати, вот эта москитная сетка, вот она. Прицеп двухосный. У него рессоры, обратите внимание, видите, да? Не резина жгутовая, не торсионная подвеска, а самые настоящие рессоры. То есть прицеп, вот эта подвеска очень долговечная и очень крепкая. Вот эти домкраты могут, по сути, поднимать прицеп. Они его не фиксируют под определенным углом. Они, вот эти, они настолько мощные, что даже могут его поднять. Мне не терпится зайти внутрь, но все-таки нужно показать его снаружи тем, кто еще не знает. Кто первый раз смотрит видеообзор американского прицепа. Обязательно нужно всегда с собой иметь запасное колесо. Я в этом лично убедился. Когда мы поехали на военно-грузинскую дорогу, у одного из наших парней немножечко мувер пошел наперекос, и колесо одно стерлось. Я показывал в предыдущем видео сюжете эту историю. И ни у одного из нас не было запасного колеса. Представляете, вот там было 8 экипажей, ни у кого. Но здесь у каждого прицепа запасное колесо есть. Причем оно очень легко снимается, очень легко ставится. И цепляется оно за вот этот вот так называемый бампер. Но этот бампер имеет две опции. Первое сюда, здесь хранится гофрированный шланг для слива черной и серой воды. Ну и соответственно вот эта железяка выполняет функцию бампера. Еще обратите внимание, вот это вот гофрированный такой вот алюминий. Почему он неровный? Потому что вот эти неровности, они предназначены для компенсации температурных расширений и сжатий. То есть зимой алюминий сжимается, а летом он расширяется. И если вот этот вот алюминий не имеет такой структуры, он со временем начинает трескаться. То есть очень умно вот здесь вот это продумано. Тот, кто не знает. Вот обратите внимание, вот это сливная горловина для слива черной и серой воды. Это та фишка в американских прицепах, о которой я не устаю рассказывать. Что такое черная вода? Черная вода это часть нас, это фекалии. Они конечно там обработаны химией, они уже не воняют. Даже можно сказать пахнут, но тем не менее это черная вода. Серая вода это то, что мы моем руки, купаемся, моем посуду. Просто-напросто дождевая вода немножко с мылом. И вот здесь вот, видите, это одна труба слива черной воды, вторая труба слива серой воды. Здесь есть накопительный бак, очень большой бак серой воды. Бак 200 литров. И самое главное, здесь огромный бак черной воды. Бак черной воды тоже приблизительно в американских прицепах от 150 до 200 литров. И давайте сейчас я вам покажу кассету биотуалета в европейском прицепе. Пошли. Вот кассета биотуалета европейского прицепа. Здесь черная вода всего 20 литров. А здесь 200, да? То есть в 10 раз больше. Почему удобно иметь большой бак черной воды? Потому что кассету биотуалета нужно раз в день сливать. Если вы там вчетвером, в пятером живете, раз в день нужно идти сливать кассету биотуалета. Как это происходит? Значит, в европейском прицепе мы вынимаем вот эту кассету. И куда-то ее несем. И где-то мы ее сливаем. Ну, процедура, скажем так, ну не то чтобы не очень, но... Но и не совсем она радует, когда ваша жена вечером, допустим, когда уже все легли спать, говорит, я хочу в туалет. А вот кассета вся заполнена. И вам придется вставать, вынимать ее, куда-то идти. Но если же бак у вас 200-литровый, огромный, то эта процедура происходит с частотой раз в 10 дней. Да, где-то так, раз в 8, то есть раз в неделю. И как это все делается? То есть перед заездом в какое-то место отдых, вы подключаете сюда гофрированный шланг, открываете вот эти два трубопровода, все это сливается буквально за секунду. Ну, там, я не знаю, 10 секунд, чтобы это все сеять, потому что шланг огромный. Закрываете, и все, и до ближайших 10 дней вы о черной воде забываете. Вот эта вот штука, это подключение к электричеству. Все бытовые приборы у него работают от сети 110 вольт. Там, кстати, этот шланг очень большой. Не буду его весь вынимать. И завтра наша компания займется адаптацией. То есть сюда можно подключать, будет с завтрашнего дня сеть 220 вольт. 220 вольт, и будет стоять трансформатор, который будет преобразовывать 110 вольт. И по всему периметру прицепа будут две группы розеток. Одна группа розеток, где можно питаться от 110 вольт. И вторая группа, которую мы поставим, где можно питаться от 220 вольт. Это очень легкая дуб-опция, которую мы делаем за полдня. Но пошли внутрь. Мне очень хочется показать, как все в этом прицепе устроено внутри. Погнали. Прицеп Springdale от компании K-Stone 275BH. Это семейный прицеп. В нем могут спать раз, два, три, четыре, пять, пять, наверное, шесть, семь, восемь, девять. Девять человек. Вот это вот главная комната. Да, это для мамы с папой. Посмотрите, какая огромная широкая королевская кровать размера King Size. И, вы знаете, вот это вот ощутить невозможно, но традиционно американские матрасы считаются самыми лучшими в мире. Даже есть в крупных городах магазины под названием американские матрасы. И вот все эти прицепы поставляются вот именно с этими знаменитыми американскими матрасами, на которых очень комфортно спать. Вот честно говоря, я не знаю, что там внутри. Ну, вы знаете, в американских отелях у меня очень хороший сон всегда. Не знаю, с чем это связано. Вот, ну, наверное, вот с этими матрасами. И, смотрите, вот некоторые говорят, а вот в американских прицепах там нет полок, нет вещей, некуда положить. Ну, я не знаю, сюда можно целый гардероб. Причем каждый шкафчик индивидуально сделан для каждого человека. И я не понимаю, как они умудрились сделать прицеп из натурального дерева массой 3,5 тонны. Вот этот прицеп массой 3,560. Все дерево натуральное. Никакой там ни шпон, ни деревозаменитель. И вот в этом прицепе очень удобно. Вот видите, специально сделано, что можно повесить телевизор. Вот обычно вот эта дверь на некоторых прицепах в эту комнату, она как бы большая посредине и некуда ставить телевизор. А вот здесь, видите, специальное место есть, где можно повесить телевизор для мамы с папой. И вот это вот очень удобно. Вот смотрите, сюда можно положить что-то, я не знаю, правда, что именно, да, вот это вот, вот, вот что означает, ну, наверное, что-то страшно надоело, бросил, и оно укатилось там под кроватное пространство. А так вот эта вот штука, панель выполняет место для чего-то, что можно сюда временно поставить. Вот, обратите внимание, здесь можно попасть в половину под кроватного пространства. Изнутри, вот видите, вот эта половина под кроватного пространства. Ну, здесь можно положить, сейчас у нас, конечно, здесь баллоны лежат временно, да, но обычно это помещение предназначено для подушек, простыней, ну, для того, чем мы укрываемся, на чем мы спим, да. А во вторую часть под кроватного пространства можно попасть двумя способами. Снаружи, я уже говорил, да, там лыжи положите, лишь какие-то там большие крупные вещи, или вот с помощью вот этого люка можно что-то туда там прям бросить или достать. И вот видите, лючок, да, с помощью которого, ну, вот он закрыт, да, с помощью которого мы можем вещи положить снаружи. Вот такая вот сеточка удобная для чего-то, ну, не знаю для чего. Ну, пошли смотреть дальше, вот, ну, конечно, традиционно огромнейшая, большая вот такая вот кухня, больше, чем у меня дома, просто невероятно большая. И смотрите, как удобно сделано. Вот я, я не знаю, может быть, в каких-то городах в России вот эта штуковина продается, я так не особо смотрел, да, но вот в американские прицепы все, у всех вот такие вот интересные лейки, которые можно направить в любую сторону. Трехкомфорочная печка. Во всех американских прицепах огромный холодильник, просто большой, невероятно большой. Ну, не стоит забывать, что вообще холодильник в Америке изобрели, да, ну, и поэтому у них самые лучшие холодильники. Всегда в американских прицепах есть микроволновка. Это комплектация по умолчанию, это не какая-то там дополнительная опция, это стоковая комплектация. Всегда, кстати, в американских прицепах присутствует кондиционер. Всегда. Без кондиционеров американские прицепы не продают. И всегда в американских прицепах есть источник автономного питания. Это по умолчанию, без него тоже американские прицепы не продаются. вот это вот выдвинутый слайдер вот как раз часть вот это которая придает жилому помещению квадрат они вагон потому что объем чувствуется всегда когда помещение приближено квадрату то есть никакой там длинная колбаса вот почему слайдеры придуманы да и вот сейчас давайте сложим слайдер а потом его выдвинем назад и посмотрим как это помещение выглядит с задвинутым слайдером причем слайдер приводится в движение вот двигатель слайдера начинает работать от аккумулятора для того чтобы сложить слайдер не нужно там 220 вольт поехали вот это вот кнопочка до кнопочка вот мы нажимаем ее вверх им то есть внутрь слайд 1 но есть еще панель прицепы где 2 слайда 3 но в данном случае здесь один слайдер нажимаем и вот слайдер пошел задвигаться работа идет от аккумулятора смотрите как будто что-то такое фантастическое да вот помещение я вот не перестаю удивляться как как вот это все штуковина работает и кто это придумал это вообще это что-то что-то сказочное да вот это вот вся штуковина видите заехала внутрь все встала и прицеп можно буксировать и смотрите здесь и здесь сохраняется конечно же проход да то есть куда-то там приехали на какую-то стоянку стали на часок отдохнуть и нужно этот слайдер выдвигать отдохнули поехали дальше ну потрясающе ребята ну просто супер я вот вот кстати я забыл сказать про кухонную вытяжку это тоже стоковая комплектация в европейских прицепах это доп опция просто супер давайте теперь превращать прицеп жилое помещение вот я нажимаю а вот это наружида то есть и поехали выдвигать эту штуковину штуковину вот она видите я не буду ставить ускоренное потому что вот понимаете вот кайф можно передать весь ну конечно его передать невозможно но вот кайф этого инженерного искусства нужно передать вот такой замедленной съемки как будто что-то огромное такое выдвигается такое вот невероятно мощное какой-то да то есть вот смотрите вот вот уже чуть-чуть еще немножко и зашло опа все ну здесь должен стоять телевизор к этой стенке он прикручивается вот от него провода здесь вот эта радиосистема ну честно говоря это уже прошлый век до сейчас более интересные вещи можно купить в любом радио любом магазине к твоим видео вот вот здесь наверное штуковины для каких-то компакт-дисков которые раньше были но сейчас можно поставить туда жесткий диск какой-то сервер или что-то еще роутер ну и таким образом у вас будет интернет и все фильмы будут храниться на жестком диске и вот кровати для деток верхняя двухъярусная детская кровать обратите внимание какая она большая она по сути двуспальная то есть по ширине сюда могут поместиться запросто два взрослых человека ну а двоим детей детям вообще тут будет классно а вот это нижний ярус тут у нас окошко нет вот ну не знаю наверное тут будет у детей драка за верхнее место потому что там окошко а здесь ну как там нужны они ну или в качестве наказания можно сюда допустим если кто-то провинился но окошечко конечно здесь нет ну может быть кто-то спрячется здесь там прятки будут играть тут занавески занавески раз вот и все и они где-то там спрятаны кстати в качестве дополнительной опции можно пос повесить вот еще здесь шторку и давайте посмотрим ванную комнату как всегда она огромная очень большой душ больше чем у меня дома у не тасс еще ни разу не пользованный обратите внимание вот это теплый пол американский теплый пол то есть тут нет такой спирали как европейских прицепах по всему по всему по всей длине прицепа электрических тут просто вспомнил вентилятор раздувает теплый воздух в подпольном пространстве и пол нагревается хотя бак серой воды если он заполнен он имеет тоже функцию обогрева и он тоже греет пол и вот обратите внимание умывальник здесь отдельно от туалета и душа это сделано это сделано неспроста если кто-то из вас находится в туалете то все остальные могут запросто чистить зубы приводить себя утром в порядке ведь прицеп большой семейный вот здесь очень много человек может путешествовать большая многодетная семья и давайте сейчас попросим андрея или стаса чтобы они нам показали трансформацию вот этих вот мест столика и дивана спальные места так значит мы легким движением руки и превращать так складываем столик да вот видите он четко входит вот и по сути все осталось просто вот эти вот подушки до положить положить все вот у нас получилось кровать супер ром как думаешь тут два места или одно мне кажется что все таки одно да одно или или для двоих детей или для очень очень толстого человека вот ну поехали сюда кстати по поводу толстого человека вот эти вот у нас иногда бывает к наши клиенты люди у которых рост там под два метра и вот вот этот двуспальная кровать размера king-size вот где нет никакой перегородки стенки как раз для них ну бог с ним это отвлеклись давайте вот этот вот диван превратим легким движением руки превратим в кровать все вот и о и у нас прицеп имеет сейчас конфигурацию ночь и давайте посчитаем сколько спальных мест у этого прицепа 1 2 ну с 3 4 но все таки 3 ну здесь можно разместить двоих человек все таки до 3 4 5 до 1 2 3 4 5 6 7 это однозначно двуспальная кровать и внизу 8 9 9 спальных мест ребята 9 спальных мест это был видео обзор кстати американцы помешаны на безопасности вот обратите внимание хотел закончить но все-таки вам сказал говорю вот обратите внимание всегда аккумуляторы и газовые баллоны но в данном случае их нет короб внутри всегда расположены снаружи всегда ни в коем случае внутри их хранить внутри помещения хранить нельзя и у каждого прицепа есть огнетушитель всегда это был прицеп springdale от компании keystone 275b h ребята супер прицеп вот невероятный вот честно говорит мурашки по спине когда я делал видео обзор с вами компания дом в дорогу обязательно записывайтесь не забывайте что наша компания единственная стране которая устраивает путешествие с домами на колесах потому что мы это очень любим заходите на наш сайт дом в дорогу точка ру с нами интересно дом в дорогу первая российская компания которая не только продает дома на колесах но организовывает для своих клиентов коллективные путешествия с прицепами и автодомами в европу азию в крым грузию на байкал прямо на пляже летом зимой за полярный круг осенью сказочный лес весной на рыбалку и все это со своим собственным домом на колесах на котором где встал там и хилтон подробности на сайте дом в дорогу точка ру